Привет! Вы смотрите канал голодный мужчина и меня зовут Сергей. Эй, меня тоже зовут Сергей. И сегодня мы готовим чешские кнедлики. А ну пошли вон отсюда. Привет! Вы смотрите канал голодный мужчина и меня зовут Сергей. Сегодня мы готовим национальное блюдо чешской и словацкой кухонь – кнедлики. Быть может территорию Чехии и Словакии поделить смогли, но кнедлики, увы. Мы покажем вам два варианта приготовления и сервировки кнедликов – соленых и сладких. Поехали! В миску насыпаем один пакетик сухих быстродействующих дрожжей 7-граммовый и одну столовую ложку сахара. Слегка перемешаем и доливаем 250 мл теплого молока, не горячего. И аккуратно перемешиваем. Дрожжи – это живые организмы, так что немножко тепла и заботы им не помешают. Взамен же вы получите красивое и пышное блюдо. Накрываем крышкой или пленкой и отставляем теплое место на 10 минут. Я по традиции под одеялом. Кстати, для теста я всегда использую металлическую или стеклянные миски. Мне кажется, так лучше происходит подъем. И перед готовкой обязательно на 30 секунд подставляем миску под горячую воду, чтобы тепло исходило не только от молока, но и от нее самой. Но поехали дальше. Если дрожжи хорошие, спустя 10-15 минут вы получите красивую пенку. Просеиваем сюда 500 грамм муки, одну чайную ложку соли без горки и одно яйцо. Ложкой хорошо все перемешиваем. Затем добавляем 2 столовые ложки растительного масла и начинаем вымешивать руками. Знаете, я намеренно добавляю масло всегда в конце, так месить гораздо удобнее и тесто меньше липнет к рукам. Вымешиваем пару минут. Тесто не должно липнуть ни к рукам, ни к миске. Если слишком липковатое, добавьте чуток муки, но не больше столовой ложки. Или просто перетерпите. Оставляем тесто в миске. Накрываем чем-нибудь. Вот именно поэтому мне нравится эта миска. Она идет сразу с крышкой. Нет? Не интересно? Ну ладно. Оставляем все это минут на 40 в теплом месте. Дальше, как только тесто подошло, вываливаем его на стол слегка присыпанной мукой. Немножко обминаем и делим на 4 части. Берем одну часть, скатываем в овальную форму. Это будет традиционный кнедлик без начинки. Замена хлеба, так сказать. А вообще, погодите, и сами все увидите. Вторую часть мы делим на 4 кусочка и раскатываем слегка в лепешку. В качестве начинки для маленьких шариков мы возьмем вишню. У нас осталось в морозилке замороженная вишня без косточек. И немножко присыпем сахаром. Если вздумаете брать джем, не советуем, потому что мы взяли абрикосовый и испортили четвертую часть. Такие дела. Из третьей части теста сформируем большую лепешку. Для начинки мы будем использовать вкуснятину, для которой в блендере взобьем 4 столовые ложки мака, 2 столовые ложки сахара и 1 кусочек сливочного масла. Очень хорошо и тщательно взбиваем. И получившуюся смесь перекладываем на большую лепешку. Аккуратно и очень хорошо скрепляем края и формируем батон. Накрываем кнедлики полотенцем или пленкой, чтобы держались свободно и не обтягивали. И оставляем на 15 минут, чтобы они подошли. Далее нам нужно их, разумеется, приготовить. И это совсем не сложно. Если у вас есть пароварка, lucky you. А если нет, то мы супровизируем. Привет, бабушка. В общем, набираем кастрюльку воды, покупаем в аптеке марлю, складываем ее дважды. Накрываем кастрюльку и обвязываем каким-нибудь шнурком или плотной ниткой. Лучше в две руки. Попросите своего мужа или жену помочь, а лучше скажите ему, пусть подарит вам пароварку. А у нас все готово. Ставим кастрюльку на огонь, доводим до кипения, уменьшаем газ, пусть будет немножко ниже среднего. Смотрите, чтобы вода не касалась марля, разумеется. И выкладываем кнедлики. Кстати, если используете настоящую пароварку, смажьте поверхность немного растительным маслом. Закрываем плотно крышкой и оставляем ровно на 20 минут. Спустя 20 минут открываем и перекладываем на тарелку. Осталось их только правильно подать. Кнедлик без начинки разрезаем как батон и подаем с мясом и подливкой. Кстати, помните предыдущий ролик? Мы готовили бестроганов, ну или гуляш, как скажете. Он отлично подойдет к кнедлику без ничего. Серьезно, вкуснее хлеба вы еще не пробовали. Просто положите немного бестроганов на кнедлик и ешьте как бутерброд. Вот сочные сладкие кнедлики с вишней. А вот волшебный кнедлик с маком. Приготовьте и наслаждайтесь. Помните как в 90-х? Я не говорю вам прощайте. Я говорю вам до свидания.